добрый день уважаемые коллеги тема моего доклада удаление пигментов при помощи ремоверов давайте попробуем вместе разобраться ремовер в переводе с английского удалитель или пятновыводитель чтобы понять принцип действия ремоверов достаточно вспомнить как мы избавляемся от пятен в нашей обычной повседневной жизни данная картинка взята с интернета раздел полезные советы что же мы видим что необходимо какая-то агрессивная среда для того чтобы разрушить или вытолкнуть составляющие этого пятна это соль либо кислота либо щелочь вот с ремоверами точно такая же история они разделяются на солевые кислотные и щелочные на сегодняшний день ремоверов огромное множество и поэтому неудивительно что многие начинающие мастера теряются в правильности выбора совершая ошибку за ошибкой особенно насмотревшись разных ужастиков наслушавших наслушавшись разных страшных историй и впоследствии вовсе отказываются от применения ремоверов именно поэтому я спланировала свой доклад отталкиваясь от самых популярных и часто задаваемых мне вопросов от мастеров которые решили освоить самую востребованную процедуру в перманентном макияже да да удаление ремовером самый популярный вопрос какой же ой какой ремовер не оставляет ожоги и рубцы ну давайте с вами на минуточку представим парикмахера который хочет купить или найти ножницы которые не отстригают кожу ушей а стрижет исключительно только волосы да ну понятно что ситуация абсурдная сразу понятно вообще откуда и в чем причина проблемы у этого парикмахера но однако в сфере перманентного макияжа подобные вопросы ну не вызывают не удивление а звучат все чаще и чаще вот в свое время еще самое кольц сказал что убивает не оружие а человек вот с ремоверами и с другими любыми препаратами в принципе это высказывание очень до сих пор очень актуально поэтому ну или запомните или как-то отметьте себе что правильная работа она возможно только после специального обучения работе ремовером но никогда не приведет вас не к осложнениям в виде ожогов а также немаловажно про грамотные рекомендации по уходу после процедуры удаления не приведут таким последствиям как образование или осложнение в виде рубцов а вот то что касается работы ремоверов на рубцовой ткани то у меня есть наглядный пример это моя работа по гипертрофическому рубцу и вот после двух сеансов работы щелочным ремовером рубец практически сгладился я такие крупные картинки делать чтобы было видно структуру кожи рубец образовался после ряда нарушений процедуры удаления лазером но я ни в коем случае не хочу сказать что лазер это плохо а ремовер это хорошо нет ни в коем случае следующий по популярности вопрос какой же ремовер купить ну и тут у нас из этого вопроса вытекает ряд ошибок которые во всяком случае я встречаю на своей практике которую совершают начинающими мастера куплю такой же как у коллеги зинки и она мне потом расскажет как им работать вы ведь мы же с ней в хороших отношениях да слышали наверняка и встречались с такой историей вот как только подобная мысль или план возникнет в вашей светлой голове гоните ее иначе вы автоматически переходите на сторону мастеров калечащих или ставящих опыты на лицах женщин которые уже до этого и так пострадали от рук нерадивых умельцев скажем так так вот если коллега зинка не преподаватель по работе ремоверами то не надейтесь на получение достоверно качественного руководства по применению того или иного выбранного вами ремовера на это есть как минимум три объяснения а коллега зинаида не заинтересована обучать либо делиться с вами тем же работа тем же препаратом потому что как минимум ей не интересен конкурент с которым автоматически придется разделить поток потенциальных клиентов чтобы вы не говорили про хорошие дружеские отношения б даже коллега зиночка даже если вы с ним даже в дружеских отношениях в силу своего восприятия информации расскажет и поделится с вами так как она это при воспринимает возможно даже не озвучит какие-то моменты которые для нее вовсе не важны или наоборот элементарность что она не посчитает нужным их проговорить да важность определяется каждым мастером и поэтому как-то не очень практично на это рассчитывать и в зинаида не имеет опыта и мышления преподавателя для того чтобы максимально честно и достоверно делиться с вами этим опытом рекомендациями а еще и вдобавок консультировать вас по каждому возникающему вопросу в процессе вашей работы с клиентами как это вы знаете все наверное учились что вы в любой момент можете позвонить или написать преподавателю вас всегда проконсультирует здесь на это рассчитывать ну как минимум нелогично еще очень распространенная ошибка когда не совсем добросовестные производители или продавцы препаратов рекламируют свой продукт заявляя о том что их продукт самый безопасный и щадящий ремовер в кавычках не требующий специального прохождения специального обучения и самое главное вам не нужно тратить деньги на это обучение до привлекательно финансовая сторона всегда привлекательная так как их ремовер прост в применении его достаточно нанести на необходимый участок кожи на 15-20 минут под пленку и вуаля в течение недели пигмент отшелушится ну и казалось бы да сплошные плюсы почему он безопасный потому что вам не нужно повреждать кожу под пленочку нанесли как анестезию так вот казалось бы сплошные плюсы но поверьте мне я лично знакома с такими мастерами которые уже однажды повелись на такую рекламу приобрели такой ремовер в результате пришлось возвращать деньги недовольным клиентам и вроде бы никто не пострадал но как я говорю слава или штамп мастера-халявщика приклеивается моментально и надолго отмыться от этого нужно постараться вот в этом случае этот препарат не может назваться ремовером он не имеет к нему никакого отношения как минимум это пилинг самый обычный пилинг который отшелушивает и обновляет верхний слой кожи эпидермис но тот пигмент от которого хочет избавиться клиент залегает немножко глубже и если вот так вот подумать если бы все так легко решалось то какой резон нашим клиентам обращаться к мастерам пошел, купил и в домашних условиях избавился от нежелательного татуажа но ошибок еще ну менее значительных но все равно ошибок еще достаточно много мы ограничены во времени поэтому вместо того чтобы их перечислять я вам лучше порекомендую инструкцию которая поможет принять более-менее правильное решение при выборе ремовера первое соберите подробную информацию о препарате которым вы хотите работать обязательно должен указываться состав препарата наличие сертификата Российской Федерации преимущество перед другими ремоверами этого же спектра ну будь то солевой, щелочной или кислотный да, какой вы выбрали то есть их сейчас очень много я уже повторяюсь естественно наличие реальных заживших работ как этот процесс проходит у любого преподавателя ну в наличии такие портфолио такое имеется второе обязательно уточните формат обучения не может быть обучение ремовером в формате показательного мастер-класса да, должна быть обязательная отработка на модели также полюбопытствуйте будет ли поддержка в дальнейшем когда вы будете работать самостоятельно а вопрос поддержка и рекомендации а вопросы у вас обязательно будут без этого ну не знаю еще ни один ученик от меня не ушел чтобы у него не возникали вопросы потому что каждый человек индивидуален у него разная кожа разная реакция и так далее да, и по-разному все заживает ну и третий конечно же опыт и статус преподавателя ну оно такое более-менее на ваш выбор но я бы все равно рекомендовала вам лично пообщаться с несколькими преподавателями разных учебных центров и вот не поленитесь либо обойдите обычно отвечают администраторы или пишут в директ в разных соцсетях вот я предлагаю лучше приехать и пообщаться и тогда вы уже точно исключите варианты какого-то негативного прохождения обучения ну и завершает список самых популярных вопросов каким же ремувером работаю и обучаю я и почему обучаю я и работаю на IQ pigment remover потому что во-первых он отвечает всем требованиям и пунктам моей же инструкции что немаловажно имеет соответствующие документы препарат IQ remover в прошлом году получил международную премию иного за лучший продукт года а также российскую премию за лучший бренд создателем этого ремувера является Инга Бабиская которая имеет огромный опыт работы с разными ремуверами ну вот насколько я знаю у нас постоянно какие-то ремуверы используют в своей работе и это такой как бы показатель моего выбора ну а я на сегодняшний день являюсь единственным официальным представителем и партнером IQ pigment remover на юге России такие у нас результаты «Инграя» 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 «Мне повезло» «Это единственный ремувер которым я работаю и обучаю. Я так же, как Аня, очень долго сопротивлялась этому, как сказать, этой процедуре. Ну, в силу того, что у нас учебный центр косметологии и наличие лазеров, в итоге привело меня к тому, что мне пришлось выбирать, вот именно очень тщательно, не один год я выбирала ремовер, потому что в ноль лазер, пигмент кожу не очищает. И всегда приходится зачищать ремоверами. Вот, поэтому это единственный ремовер, который... Разница в проценте, смотря какой ремовер вы выбираете, то есть... Я не пробовала ремовер Александра Сивака, Аня пробовала, но, насколько я понимаю, это щелочной ремовер тоже, да? То есть там нужно смотреть процентное содержание, ну, уровень, степень ПАЖ, и оттуда уже отталкиваться. Смотреть зажившие работы, смотреть, как он работает с разными пигментами, как вот предыдущий докладчик рассказывал, что пигменты разные, как он с ними справляется. Но пока кью ремовер еще ни разу не давал мне сбоя. Как это вы... Как же выдерживаете, как вы разница, два месяца? Все индивидуально. Нужно же смотреть по коже. Иногда я выдерживаю два месяца. Вот, например, если был гипертрофический рубец, ну, там заживление... Во-первых, я работаю очень аккуратно, я поверхностно работала, и заживление требовало длительного срока, чтобы смотреть, как восстанавливается кожа, что происходит с рубцом. Если все проходит благополучно и процедура, и заживление, то так же, как и в перманите, ну, не так же, месяц-полтора. Вот в идеале полтора вообще смело. Спасибо.